Три года назад в селе Державе на Оренбургской области произошло чудо. В доме православной христианки Ольги Ефимовой из иконы Спасителя стала изливаться кровь. Сначала бледно-розовая жидкость потекла от благословляющей руки, затем из ранки хлынул алый поток. Еще через некоторое время в волосах Господа Вседержителя набухли красные точки, как следы от тернового венца. Кровавые ручьи обогрили святой образ. Фотографии тех дней свидетельствуют, что на иконе было всего несколько струек. Теперь образ залит кровью так, что даже не видно лика Спасителя. В комнате, где бережно хранится икона, ощущается натуральный запах крови. В то же время и другие образа стали источать святое мира – ароматное масло. Оно появляется в виде благоухающих капелек росы и стекает вниз. Сейчас в доме Ольги Ефимовой мироточит более 30 икон. Причем все они не старинные, а простые бумажные – производство Московской Патриархии. Поклониться образам в село Державино приезжают боголюбцы со всей страны. Из православной газеты о чуде узнала прихожанка Воскресенской церкви Гачинского района. По благословению настоятеля храма Ирея Александра Паничкина она написала письмо владелице святынь. И та привезла кровоточащий образ Спасителя, а также мироточащую икону Божией Матери Скоропослушница на четыре дня в село Воскресенское. Паломники со всех уголков Санкт-Петербургской епархии и даже из Западной Украины выстаивали огромные очереди, чтобы приложиться к святыням. У икон с 8 часов утра до 11 вечера служились акафисты и молебны. Дважды иконы обносили крестным ходом вокруг храма. Церковь всегда очень щепетильно относится к подобного рода чудесам, тщательно проверяя истинность. Однако научные исследования развели сомнения даже скептически настроенных людей, далеких от православия. Когда красную жидкость взяли на химический анализ, оказалось, это настоящая плазма человеческой крови. Но верующим людям не нужны научные доказательства державинского чуда. Они приходят на поклон к святыням, чтобы попросить о прощении своих грехов и помолиться о самом сокровенном. Мне вот какое-то беспокойство. Я не могу еще понять, но внутри у меня что-то. А что я вот видно со временем только узнаю. Господь сподобил приложиться к таким. То есть и почувствовать тоже боль, как и Господь, когда распяли тоже. Ведь Он же чувствует нашу боль, как мы за грехи. Вот люди не понимают, а мы же за грехи сами же из себя стыдаем. Хотя надо покаяние принять бы всем. Тогда бы Господь просил, а распинают, как и тогда Его распяли. И так себя же люди распинают своими грехами, распинают уже Господа. Когда подходишь к этой святой иконе, то чувствуешь свои грехи во ста крат больше и понимаешь, как страдал Иисус Христос за то, чтобы искупить наши грехи. Чувствуешь, насколько ты недостоин Его милости. Но надо молиться, конечно, исповедаться и раскаиваться в своих грехах для того, чтобы Господь был милостив к нам. Вот когда подходишь к этой иконе, то испытываешь такое волнение, и даже невозможно слезы сжать. Многие священнослужители говорят, Господь являет чудеса, подобные Державинскому, дабы укрепить ныне живущих в вере и, возможно, приготовить к будущим нелегким испытаниям.